Во второй половине дня дипломат Сергей Кисляк поучаствовал во встрече Владимира Волкова с руководителями предприятий промышленности, строительства, высших учебных заведений и общественных организаций. О чем шла речь во время беседы с активом региона, расскажет Евгений Волков. В начале встречи Владимир Волков определил формат ее проведения. Небольшое вступление от временно исполняющего обязанности главы республики, приветствие от Сергея Кисляка, а затем вопрос от регионального актива. Участникам встречи предлагалось спрашивать экс-посла на самые разные темы. Огромное спасибо университету и руководству университета за организацию этого небольшой встречи. Я к университетам всегда относился с вашим пиететом, поскольку сам начинал свою жизнь как ядерный физик, кончал эфир, работал в Кучасском институте. И только потом жизнь повернула меня так, что я занимался разоружением и стал уже более-менее классическим дипломатом. Он был послом России при НАТО распредан и позже в США. На встрече Сергей Кисляк подробно рассказал о политической ситуации, которая сейчас сложилась в США после победы Дональда Трампа. По его мнению, сейчас отношение к России со стороны правящих американских элит даже хуже, чем во времена существования Советского Союза. Америка за последние, я бы сказал, лет 8-10 стала совершенно поляризованной. Демократы отказываются работать с республиканцами, республиканцы блокируют все, что они делают демократы. Толго, что было при президенте Обамы. Сейчас республиканцы контролируют Конгресс, но абсолютно блокируют все, что бы не попытался выделять президент Трамп. Демократы воюют с республиканцами, прессы воюют с президентом, на спецслужбу выступают тоже иногда против возможностей президента осуществлять свои полномочия. Также Сергей Кисляк заявил, что для него будет большой честью представлять интересы Мордовии в Совете Федерации. Почти два часа экс-посол отвечал на вопрос актива региона. У него спрашивали о политике Трампа и проблеме подготовки научных кадров в России, об интеграции местных ученых в международные научные сообщества, про жизнь соотечественников за рубежом и о впечатлениях от Саранска. Евгений Волков, Александр Зюзяев. Наши новости.